Salut! О чём мы ещё не успели поговорить, так это о том, как просить людей сделать что-либо. А ведь для этого, конечно, тоже существуют устойчивые формулировки. Начнём с самого простого. Вы озвучиваете просьбу, а в конце обязательно добавляете «s'il vous plaît» или «si tu plaît» при обращении на «ты», то есть «пожалуйста». Небольшая загвоздка в данном варианте заключена в том, что если вы формулируете просьбу в повелительном уклонении и в конце добавляете «пожалуйста», ну, совсем как в русском, «дай мне эту книгу, пожалуйста», то восприятие француза – это будет невежливо, хотя такая фраза сама по себе корректная. Поэтому по возможности не пользуйтесь данной формулировкой. Дело в том, что французы больше склонны к употреблению других вежливых фраз, которыми можно что-то попросить. Например, «vous voulez vous» или «veux-tu?» Дословно это переводится как «хотите ли вы, хочешь ли ты», а на самом деле выражает именно просьбу. Например, «veux-tu me donner ce livre, s'il te plaît?» «Не передашь эту книгу?» В разговорном варианте больше употребляется «tu veux bien?» То есть «tu veux bien me donner ce livre, s'il te plaît?» Есть еще варианты просьбы с «pouvez-vous» и «peux-tu?» То есть «можете ли вы, можешь ли ты?» И здесь в конце фразы принято добавлять тоже «пожалуйста». Ну и есть более длинное «ça ne vous dérange pas?» «ça ne te dérange pas de?» То есть «ça ne te dérange pas de me donner ce livre, s'il te plaît?» «Тебя не затруднит дать мне эту книгу?» И тоже в конце добавляйте «пожалуйста». Безусловно, есть и другие любезные формулы выражения просьбы. Они обычно содержат в себе глаголы в сослагательном наклонении, Но здесь в этом формате мы так углубляться не будем. «С'il vous plaît?» «С'il te plaît?» «Voulez-vous?» «Veux-tu?» «Tu veux bien?» «Pouvez-vous?» «Peux-tu?» «Ça ne vous dérange pas de?» «Ça ne te dérange pas de?»